Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 11.06 на часах в эфире «Дневной разворот». Сегодня среда, поэтому «Дневной разворот» на бизнес. И в студии Оксана Ковтуненко, и Олег Прохоренко. Да, это такой наш совместный проект «Эхо Москвы» и газеты «Бизнес-новости» в Кире. Я, как главный редактор газеты, тоже принимаю традиционное участие. А сегодняшняя наша рубрика «Возрождение хендмейда. Станут ли народные промыслы успешным бизнесом?» Взяли мы ее не случайно. В настоящий момент, сразу скажу, есть проект закона, который лоббирует сенатор от Кировской области Олег Казаковцев в Государственной Думе. Он предусматривает отмену перекрестного субсидирования для народных художественных промыслов. Но об этом мы продолжим говорить, наверное, после небольшой рекламы. Партнер рубрики «Юридическая компания Альянс «Право Бизнес». Виктор Гюго утверждал. Для меня не важно, на чьей стороне сила. Важно то, на чьей стороне право. Юридическая компания Альянс «Право Бизнес». Мы на вашей стороне. 38 32 93. В студии «Разворот на бизнес» Олег Прохоренко и Оксана Ковтуненко. Тему мы уже озвучили. Сегодня мы говорим о народных промыслах и о возрождении. Ремесел как раз-таки народных промыслов, как мы вчера назвали, народные промыслы 2.0, когда обсуждали тему. И давайте мы представим наших гостей. Сегодня здесь у нас в студии особо прекрасно. Да, Олег, как ты себя ощущаешь? Я себя ощущаю, как в малине. У нас Надежда Копысова, директор Центра народных промыслов и ремесел «Вятка». Добрый день. Добрый день. Елена Кувшинова, директор предприятия по производству изделий народных художественных промыслов «Азимут» из Кирова-Чепецка. Совершенно верно. И Светлана Захарова, хозяйка мастерской женственности. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, коротко есть смысл озвучить наш опрос. Хотелось бы, чтобы в ходе программы вы активно голосовали, потому что опрос посвящен теме нашего эфира. Оксана, если озвучишь. Да, тема насущная. В нашей группе ВКонтакте и на сайте можно ответить на такой вопрос. Изделия народных промыслов мне удобнее покупать. Такие варианты ответа в специализированных магазинах-салонах, на ярмарках, в интернете, непосредственно у мастеров. И еще один вариант ответа. Мне они не нужны. Попробуем выяснить, насколько вообще сейчас именно как бизнес народные промыслы в массах распространены и как происходит. Востребованы эти продукты. А на сей момент какие результаты? На сей момент у нас есть результаты. Обновляю. Итак, в нашей группе ВКонтакте. Ну, пока неутешительные результаты для начала эфира. 40% говорят, что мне они не нужны. Собственно, народные промыслы. А дальше результаты поделились абсолютно равным образом на трех вариантах. В специализированных магазинах-салонах, на ярмарках и в интернете. Ну, будем надеяться, что все-таки изменится несколько паритет к концу программы. Да, будем следить за голосование. Крайне мере, мы приложим к этому руку. И наших слушателей призываем также оставить свой выбор. А тот законопроект, о котором я уже говорил, это проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам поддержки народных художественных промыслов. И в преамбуле этого закона, в пояснительной записке, Олег Казаковцев объясняет, что в рыночных условиях народные художественные промыслы оказались в трудном финансовом положении, который усугубляется кризисом. Средняя зарплата мастеров и художников промыслов составляет лишь 40% от средней по стране. И их численность ежегодно сокращается примерно на 10%. Причем большая часть организаций народных художественных промыслов убыточна и малорентабельна. Рентабельность составляет всего до 5, вот сейчас мы разговаривали с мастерицем, до 5-7%. И в результате многие из них находятся на грани банкротства. Так это или не так, такова ситуация или нет. И что позволит дать вот этот законопроект, который, если грубо говоря, разрешит регионам самостоятельно также поддерживать предприятия народных художественных промыслов. Наверное, с Надеждой Петровной начнем. Директор Центра народных промыслов Иеремёй Силветко. Да, сейчас мы уже обсуждали, насколько все-таки действительно реальна ситуация в этой сфере, в вашем бизнесе. Да, спросим вообще, как обстоит дело. Ну, во-первых, у нас господдержка в области осуществляется с 2006 года. Вот, с каждым годом, как бы, объемы субсидий увеличивались. Для нас было показательно и хорошо. На что давали? На ярмарки, на выставки, на модернизацию. Вот, сырье и электроэнергия, как бы, добавились уже в последние годы. Особенно для меня, как бы, для руководителя предприятия важно было именно, как бы, участие в ярмарках, когда они субсидируются. То есть, какие-то возмещения мы получали. Потому что показать, что ты производишь, выехать не всегда было возможно. Выставки очень дорогие. Конкретное участие. Конкретное участие, да. Да, там взносы большие, действительно. Стоимость площадей, как бы, очень велика. Практика у меня за 17 лет большая. Я ездила в многие регионы России. На сегодня, скажем так, оставила только пять выставок, которые у нас большие, всероссийские. Это Москва и Санкт-Петербург. Потому что в регионах от такой отдачи не получается. А еще раз повторю, что стоимость квадратных метров Москва и Петербурга – это очень дорого. Но оно себя оправдывает. Поэтому, допустим, вот эта финансовая поддержка для нашего предприятия была очень значима. Мы нашли выходы на новых партнеров, на новые регионы. Поэтому благодарим правительство «Кироскопси» за эту поддержку. Вот из ваших слов ощущение, что все хорошо и поддержки достаточно. Нет, что все хорошо было, я поняла. Да, значит, в общем-то, все шло планомерно. Но вот получилось так, что у нас по закону ФСЗ номер 7 по народным художественным промыслам получилась ситуация, что если я как предприятие попала в федеральный перечень предприятий 77, поэтому не имею права пользоваться на региональном уровне поддержкой нашего областного правительства. И получается, мы предприятие небольшое, и 77 предприятий, кто должен субсидироваться в федеральном бюджете, денег на всех не хватает. У нас, скажем так, остались на сегодня такие большие гиганты, как «Хохлома», «Павлова», «Посад». То есть они съедают все суммы субсидий, скажем так, оригинальным маленьким предприятиям малым. Это не достается. Получается, что мы сейчас не можем получать поддержку на областном уровне, и не хватает денег, нет денег получать на федеральном уровне. Давайте я уточню. От Кировской области там попало 4 предприятия. 4 предприятия, да. В этот список 77 предприятий, которые поддерживаются в федеральном бюджете, должны поддерживаться. Это «Вятский сувенир» в Нолинске, который делает знаменитую «Матрешку». Это «Зао-сувенир» в Ново-Вятском районе. Вторая фабрика «Матрешки». Так, закрытое акционерное общество «Комтех», это известная «Вятская керамика». Да, и общество с ограниченной ответственностью Центра народных художественных промыслов «Вятка», который вы представляете. Не получил вообще никто по прошлому году из этих организаций? Нет, скажем так, у нас мои коллеги, в общем-то, получали, потому что они предприятия чуть-чуть побольше, чем, допустим, как бы я. Поэтому такая вот система. А в чем заключается эта поддержка? Вот вы сказали, ярмарки, выставки, сырье, электроэнергия – это то, что область давала возможность. Такие же позиции идут на федеральном уровне. То есть тоже можно получать возмещение по выставочной и ярмарочной деятельности, значит, на смену оборудования и на сырье. Я правильно понимаю, что если Государственная Дума поддержит этот законопроект, если он вступит в силу, то будет возможность, по крайней мере, если нет федерального финансирования, получать от области деньги? Да, в общем-то, потому что я уже в 2014 году это не получила. Потому что получилась не очень, как бы, ситуация в ФЗ номер 7 прекрасная. И что могу сказать? Очень сложно, но, с другой стороны, тот, как бы, плацдарм, те виды, как бы сказать, поддержки, которые были до этого, дали нам, дают, вернее, возможность держаться и работать на сегодня. Надеюсь, что, в общем-то, как бы, закон поменяется, и мы будем еще лучше работать. Вот интересная информация. Как раз два дня назад Минэкономразвитие разыграл конкурс, и Кировская область по результатам этого конкурса на поддержку малого и среднего предпринимательства получила 155 миллионов рублей. Там несколько статей расходов, на что можно тратить эти деньги, в том числе 6 миллионов рублей на финансовую поддержку предприятий сферы народных художественных промыслов. Это большая сумма этого? Достаточно для того, чтобы поддержать всех? Нет, я еще раз говорю, что, как бы, в прошлые годы гораздо более, большие суммы были на поддержку народных промыслов. На сегодня вы озвучили сумму 6 миллионов. Это, конечно, немного, и за это благодарны, потому что на сегодня, сами знаете, что делается с областными и, как бы, федеральными бюджетами. Поэтому любая копейка нам дорога. Как поделить? Ну, мы ежегодно в январе каждого года собираемся, подводим итоги предыдущего года и строим планы, как потратить денежки на текущий год. Елена Львовна, как обстоит дело у вас на предприятии Азимут? Насколько рентабельно производство, насколько востребована продукция? И по оплате труда работниц, насколько вообще рыночные условия существования промысла, лазоплетения и производства изделий из бересты? Ну, я могу сказать не только о своем предприятии, поскольку все же мы много лет являемся членами профессионального объединения промысловиков, это Ассоциация Народного и Художественного Промысла России, поэтому, наверное, интереснее говорить в целом об отрасли. Да, у нас действительно очень низкая рентабельность, 5-7%, всегда говорят о проблеме старения кадров в промыслах, и мы на это отвечаем, что, как бы, не страховые взносы, которые на общих основаниях берутся с наших производств, ручного, кустарного, художественного труда, мы бы имели возможность платить более высокие зарплаты, и я вас уверяю, что на такую интересную, перспективную и творческую работу молодежь бы в очередь вставала. А вообще есть центры, которые готовят кадры? Да, по крайней мере, я не знаю ни одного учебного заведения, которое готовило бы изготовителя художественных изделий из лозы. С 98-го года существует наше предприятие, с 98-го года мы себе кадры готовим сами. У нас, конечно, в Кирово-Чепецке есть интересные инструменты для этого. Центр занятости местный. Мы разработали свою учебную программу. Предлагает программу? Да, ежегодно набираем группу безработных, разработали свой учебный план. Там порядка 200 часов мы преподаем народные художественные промыслы России и остальные прикладные дисциплины. Потом приглашаем на практику, на производство. И по окончании обучения, тот, кто сдал квалификационный экзамен и выполнил квалификационную работу, присваивается третий разряд. И, собственно говоря, мы готовы человека трудоустроить. На сегодняшний день около 60% существующего коллектива нашего предприятия – это те, кто пришли именно в рамках этой программы. А нет такого, что кадры готовите, готовите, а потом люди уходят и делают то же самое, только уже на свой страх и резк, самостоятельно, не кустарно, не регистрируясь и перебивают вам в результате и цены. Это есть, это тоже отдельная проблема, да. Но она ведь заключается… Понимаете, ротация кадров, она имеет несколько аспектов. И, в принципе, если ты занимаешься бизнесом, ты должен быть к этой ротации готов. А уж производственная деятельность, она и подразумевает определенную ротацию. Другое дело, что должны быть одинаковые правила игры для всех. И когда мы помогали лоббировать, скажем так, участвовали в обсуждении закона о патентной системе налогообложения, одной из целей это было как раз выведение из тени вот тех мастеров, тех кустарей, которые делают что-то надомно, но при этом они зачастую не соблюдают ни художественные традиции этого промысла, они фактически дискредитируют иной раз его. Нет, но определяет ведь потребитель, насколько я знаю, то есть он выбирает нужные ему традиционные промыслы. Да, давайте мы с вами закончим с одним вопросом, потом перейдем к другим. Я просто закончу мысль. Понимаете, они не платят налоги. С одной стороны, государство говорит, хорошо, ты занимаешься народными промыслами, я тебя готов поддерживать, но для этого нужно легализоваться. То есть все равно, либо нужно купить патент, либо нужно, скажем, взять свидетельство ИП, а это, естественно, невыгодно. В итоге получается, что предприятия народных художественных промыслов, которые функционируют как полноценные субъекты малого предпринимательства, они не несут огромную социальную нагрузку. Мы содержим трудовые коллективы, там, 50-70 человек, платим астрономические налоги, аренда и все остальное. Ну, это вы говорили 80 копеек с рубля. Примерно так, да, соотношение примерно такое. То есть остается-то очень мало. И при этом мы не можем продавать свою продукцию по той же цене, по которой продает ее мастер-надомник, потому что он-то на производство этой продукции несет очень мало затрат. Поэтому и возникает вот такие явления недобросовестной конкуренции, которые хотели устранить как раз-таки вот внесением вот этих поправок в закон о патенте. Последние поправки, которые приняты у нас на территории Кировской области в закон о патентной системе налогообложения, там, в принципе, народные промыслы попадают. Поэтому любой человек, который хочет легально заниматься и продавать свою продукцию, мы будем только приветствовать, мы готовы там оказывать информационную, консультационную поддержку, мы готовы в наше профессиональное сообщество принять любого мастера, лишь бы он работал честно и законно. Сколько стоит патент? Пока ставки не определены, я не готова вам ответить на этот вопрос. То есть пока это только как декларация? Они очень похожи на ставки ЕНВД с небольшой корреляцией. Конечно, по сравнению с ЕНВД, патент все равно дороже, никуда не ушли страховые взносы, но в любом случае мы должны идти по пути легализации, чего бы это ни стоило. Другое дело, что нужно работать параллельно в двух направлениях. С одной стороны, мы выводим определенный контингент из тени, с другой стороны, мы должны создавать условия для того, чтобы этот бизнес был конкурентоспособным. Вот что хотите, но промыслы – это опекаемое благо с точки зрения экономики. Вот как музеи, как учреждения культуры, которые не могут быть полностью конкурентны в условиях чистого рынка, также точные предприятия народных промыслов. И надо понимать все равно разницу. Не каждый, кто делает что-то руками, является народным художественным промыслом. Это звание надо заработать. И должна быть по-прежнему закон, о котором говорила Надежда Петровна, номер 7, 1999 года. Понятно, что он морально устарел. Необходимо совершенствовать его понятийный аппарат. Необходимо проводить более четкую границу. Необходимо выделять предприятия народных художественных промыслов в отдельную отрасль. И предусматривать, наверное, какую-то упрощенную схему администрирования этого бизнеса. Если вы хотите нас рассматривать как бизнес, нас невозможно рассмотреть либо в чистом виде как бизнес, либо в чистом виде как учреждение культуры. Промыслы всегда где-то посередине. И это всегда создавало нам большую массу проблем. Вот я Светлану хотел включить в разговор. На самом деле, я насколько понимаю, вы в чистом виде не являетесь народным промыслом. Или все-таки причисляете себя? Мы не являемся народными промыслами и предприятиями. Мне очень приятно сегодня находиться в компании двух прекрасных женщин, опытных асов, так скажем, на нашем кировском рынке народных художественных промыслов. И вот те вопросы, которые вы сейчас обсуждаете, мы делаем льняную одежду, хлопковую одежду, также вяжем. И преимущественно наш труд ручной. Да, вот те вопросы, которые вы сейчас обсуждаете, если честно, я в восхищении от собеседниц, я в восторге от их опыта, от их осведомленности. Насколько тяжело вам существовать в нынешних условиях, тем более, что вы поддержки такой не получаете? Государство, то есть вы действуете полностью на свой страх и риск. Да, так как мы не являемся предприятием народных художественных промыслов, мы действуем полностью за свой счет. И даже, как вот сказать, у нас маленькие шажочки, и мы еще пытаемся их делать, стараться в правильном направлении, чтобы вообще нам выжить. Можно вообще вам задавать, как сейчас здесь мы задаем таким более уже старым традиционным стоявшимся предприятиям? Ну, я бы так сказала, у нас не массово, не серийное производство, у нас индивидуальное изготовление вещей. Потому что тут можно говорить о рентабельности, наверное, каждого единичного изделия, то есть насколько оно выгодно для нас. Но в данный момент мы пытаемся работать, мы пытаемся существовать, так как мы еще достаточно очень неопытные и молодые. А сколько существует предприятия, Захара? Мастерская существует два с небольшим года, но, так скажем, достаточно, мы становимся известны у нас в Кирове, и может быть не только в Кирове, вот только последние 7-8 месяцев. И вот они для нас показательны, чтобы жить и существовать, то надо вкладывать очень много сил и финансовых, и физических, и моральных, ну и так скажем. А для меня еще очень важно заниматься творчеством. И очень сложно, когда решаешь вопросы, те, которые только что собеседницы озвучивали, очень сложно оставаться в творчестве. Это категорийно сложно. А кроме этого, у каждой из нас еще есть семья, есть дети, еще отдавать большую часть сил, как бы нам хотелось, да, отдавать семье. Каков формат взаимодействия в вашей мастерской? То есть есть мастерицы, каждый из них там делает свои изделия, а затем это все как-то объединяется, и у вас общий маркетинг, или что вас объединяет? Да, у нас есть мастерица, мы изначально начали... Или первым идет заказ все-таки от клиента, раз вы говорите, что это индивидуальное производство? Мы начали работать как мастерская трикотажная, то есть мы начали изготавливать вещи вручную на спицах крючком, затем появилось желание добавить вязальную машинку, наручную вязальную машинку, и какой-то появился определенный круг изделий, который мы могли представить, да, что мы можем, что мы умеем. Вот. А затем уже на основе личных таких впечатлений и личных пожеланий появился текстиль. Лен, хлопочек, и появились заказы на определенные вот эти вот изделия. Вот говорили уже, Елена Кушина говорила о том, что есть народные художественные промыслы, они находятся на грани культуры и бизнеса. Вот. Есть еще одна сфера, о которой мы тоже говорили, декоративно-прикладное искусство. Я не знаю, насколько изделия из льна и хлопка, и вязаные изделия можно к этой сфере отнести. Все-таки лен был традиционным изделием вятским. Насколько тонкая вот эта граница между народными, художественными, традиционными промыслами вятки, и вообще не только вятки, и теми мастерами, которые появляются сейчас, которые делают изделия декоративно-прикладного искусства, частично, в том числе, придерживаясь традиционных каких-то вещей. Надежда Петровна просто руку подняла, а то и вправо. Что я могу сказать? Практически мы с Еленой Львовной представляем традиционные народные художественные промыслы Вятского края Кировской области. Что касается по Светлане, да, как бы льняную одежду мы носили всегда. Но вот, допустим, народные художественные промыслы сложились в советское время. И, значит, оттуда идут те критерии отбора, отнесения туда или сюда. Что касается по Светлане, наверное, как бы ее все равно не причистят к народным художественным промыслам, потому что любая одежда из дна, она должна быть или украшена кружевом ручной работы, или, допустим, какой-то вышивкой традиционной для нашего традиционного местобытования. Вот. Что касается, допустим, ее бизнеса, ничего. Мы рады, что она сегодня тоже на передаче. Пусть им два с небольшим года, но она уже плодотворно участвует в наших выездных выставках за пределы Кировской области на нашей Кировской улице. Поэтому могу сказать однозначно, если там не попадаешь под какие-то субсидии, льготы, как народный художественный промысел, у нас на сегодня работает программа нашего департамента развития предпринимательства, как малое предпринимательство. То есть, получается, будем все вместе решать наши вопросы и ваши, потому что или по одной стезе, или по другой стезе что-то можно. Главное, что быть в компании, знать, что вы можете на сегодня получить и что дать взамен. То есть, вот в фестивале мастеров и вятки могут участвовать все, кто занимается ручным трудом и какими-то промыслами. Там нет ограничений ни по возрасту, ни по тому, что вы представляете. Елена Львовна. Да, я бы тоже хотела добавить. Относительно границы. Она не столько тонкая, сколько несколько размыта. Почему мы всегда говорим и упираем на понятийный аппарат? Во-первых, это все-таки определено законодательством. Во-вторых, для отнесения в сферу народных художественных промыслов обязательно необходимо проходить художественные экспертные советы. Мы можем чего-то не знать, чего-то не понимать. Есть эксперты, которые четко скажут, что является народным художественным промыслом, а что нет. В свое время, когда делали лен от момента выращивания как природного сырья и до конечной стадии изготовления одежды, это можно было отнести к народному промыслу, к ремесленничеству. И старину, в принципе, так и относилось. В то время, когда создавался закон, конец 80-х, начало 90-х годов, существовал НИИХП, научно-исследовательский институт художественной промышленности. Там, я вас уверяю, работали очень серьезные специалисты, которые довольно много знали о промыслах, начиная с древних времен. Там на протяжении 30 лет шел процесс изучения, и поэтому вот тот перечень промыслов, который сложился на сегодняшний день с небольшими корреляциями поправки на современность, он все-таки достаточно актуален. Но поправки могут быть и имеют право на существование. Да, конечно, они имеют право на существование. Это ведь вопрос, как рассматривать территориально, потому что промысл — это всегда четкая географическая привязка. В качестве примера могу привести, вот, допустим, наши прекрасные вятские меха. Да, вятка традиционно славилась мехами. Но если для коренных, малочисленных народов Севера это народный промысел, то для вятки это просто одежная группа. И никогда, и никаким образом не будет возможности поставить это в народный промысел. Вот это вот как раз та разница, которую определяют профессионалы. Елена Львовна, прервем вас на небольшую рекламу, и после этого мы вернемся, собственно, к обсуждению. «Хендмейд как бизнеса». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот». Сегодня у нас очень интересная тема — разворот на бизнес. Возрождение «Хендмейд» станут ли народные промыслы успешным бизнесом. И сейчас мы в первой части эфира с нашими гостями уже обсудили, с чего обычно всегда начинаются проблемы, как большого бизнеса, так и среднего, так и крупного, так и маленького несовершенства, где-то законодательства, господдержки. А сейчас я еще озвучу номера прямого эфира. Если у вас есть что сказать по нашей теме, если у вас есть желание как потребителя, может быть, высказать, почему вы приобретаете народные промыслы и где приобретаете, 708-502, ждем ваших звонков. И номер для СМС — 8909-720-101-0. — Да, мы хотели продолжить тему, собственно, спросить, а есть ли спрос, и, может быть, действительно слушатели наши скажут, интересно им, неинтересно покупать, а хотели бы услышать тех, кто занимается этим. Есть ли спрос, меняется ли он с течением времени? Это только гости, которые приезжают в регион и заинтересованы в других регионах, или все-таки жители Вятки тоже заинтересованы в том, что производится у нас? — Да, у нас рассказывала Надежда Петровна о том, что очень часто есть большой опыт посещения всевозможных ярмарок, крупных, небольших, и как раз-таки, раз вы в них участвуете, значит, там есть спрос, интересна продукция наших вятских мастеров, вятские промыслы. — Да, как бы есть, и что могу сказать, когда идут смешанные выставки разнопрофильные, там нам гораздо сложнее. Допустим, мы как-то бываем размыты, и люди идут покупать более практичные вещи, какой-то сувенир можно купить просто по ходу. — Ну, например, вот мне всегда просто, вот понимая, ну, то есть есть производство там, чего еще, что вот ставится на крупных ярмарках с вами там в один ряд, и что выбирает потребитель? — Разные виды производства ставятся, допустим, какие-то общие объединенные межрегиональные выставки, там немножко мы теряемся. — Ну, одежда, да, например? — Да-да-да, одежда, обувь, какие-то, значит, медицинские препараты, то есть полная каша всего. — А, такие, все, я поняла, такие ярмарки, не специализированные выставки. — Нет, значит, да, и что я это самое, отмечаю, почему, допустим, остановилась на пяти выставках, которые проходят у нас в России, это они тематические, они специализированы по народным художественным промыслам. И я уже, как бы, можно было, говорю, бизнес закрыть, если бы, скажем так, я не участвовала в этих ярмарках и не видела интерес наших россиян к тому, что мы производим. — Этот интерес год от года растет? — Растет, потому что посещаемость ярмарок есть, и что бы еще хотелось сказать? — Да, у нас, скажем так, сейчас скачки с евро и с долларом, поэтому на наших специализированных выставках мы работали с живыми людьми, значит, с теми потребителями напрямую, и были выставки отдельные, которые с товароведами, значит, с экспертами по нашим товарам. Сейчас на наших же промысловых выставках, значит, уже появляются товароведы, которые ищут какой-то взаимозаменяемый товар, значит, китайскому, какому-то привозному. Поэтому я считаю, что не все так плохо, главное, что участвовать во многих мероприятиях и искать свою дорогу, никогда не сдаваться. — Елена, вы ощущаете, что есть рост спроса? — Ну, в принципе, за все эти годы он у нас особенно и не падал. Он не падал за счет того, что, во-первых, у нас уникально широкий ассортимент для нашей сферы деятельности, потому что масса предприятий заплетения, они, как правило, специализируются на чем-то одном. Кто-то делает плетеную мебель, кто-то бельевые короба, кто-то сувенирную продукцию, а мы всю линейку, начиная там от игольниц, заканчивая креслами-качалками. — Как вы учитываете изменение спроса? — Изменение спроса, в первую очередь, это, конечно, выставки. И вот та поддержка, которую говорила Надежда Петровна, мы очень благодарны именно нашей области. Никогда бы мы не смогли выехать ни на одну вот эту помпезную, пафосную выставку, потому что это очень дорого, полностью за свой счет. Посмотрите, а помимо всего прочего, нас еще свозили за границу. Мы работали в базильскую и швейцарскую ярмарку две недели. Мы работали в Германии, в Франкфурт, на май, на амбиенты. Это вообще весь мир. Это крупнейшая мировая выставка товаров народного потребления. Там все. — Но вы работали там с конечным потребителем или это тоже какие-то... — Да, именно с конечным. Для нас оптовик — это и есть конечный потребитель. Все-таки мы производство. Пусть маленькие, пусть кустарные, но мы производство настроены именно не на розничную торговлю, мы настроены на оптовые поставки. Поэтому наша клиентура широкая. Сейчас вот я вернулась два дня назад с большой международной выставки «Росупак» российского упаковка. Крупнейшее предприятие индустрии. И вот с аналогичным продуктом стояло только два предприятия. Был региональный стенд Кировской области, где в том числе там была каповая шкатулка, льняная кукла, упаковка для молока. Вот мы, Азимут, стояли. И второе предприятие 2К «Корзина», которое, в общем-то, перепродают китайские корзины. Все. Интерес бешеный. Отклик. Я не успела приехать домой. У меня там полные звонки смс, полная электронная почта запросов. Есть возможность этот продукт продвигать. Другое дело – это условия ведения бизнеса. Мы очень благодарны и федерации, и нашей области за финансовую поддержку. Но мы всегда говорим, что прежде всего поддержка нам нужна законодательная. Понимаете? Своего рода… Вот я люблю вашу программу «Особое мнение». Я вот это особое мнение всегда высказываю. Субсидии – это своего рода… Ну, это неплохо. Но на долгосрочную перспективу надо создавать условия ведения бизнеса такие, чтобы мы были конкурентоспособны и без субсидий. Они расслабляют субсидии, а потом, когда они исчезают, ты понимаешь… Это знаете, как премия у начальника. Начальник добрый, хороший, премию дал. А вот денег осталось поменьше, там не хватает. Хороший год, плохой год. А закон будет действовать на протяжении многого времени. Конечно, конечно. Поэтому всегда говорим. Во-первых, дифференцируйте нас, как отраспроизводство. Предусмотрите, пожалуйста, для нас упрощенную процедуру исполнения каких-то механизмов в части охраны труда, самых тяжелых, дорогостоящих норм. Елена Валовна, извините, перебью. Но диалог продолжается? Диалог продолжается. Мы очень надеемся… С государством на это? Да, мы очень надеемся на то, что инициатива Олега Александровича по части перекрестного субсидирования будет продвинута. Мы очень надеемся, что заработают с 2016 года акведы, где мы будем как народный художественный промысл. Потому что мы сейчас все работаем под чужими акведами. Налоговые нас регистрируют. Там в соответствии более-менее похожие виды деятельности. Я вот, например, зарегистрирована как деревообработка. У меня самая высокая ставка страховых взносов, как если бы мы, люди, работали на деревообрабатывающих станках. У вас же станков, наверное, практически нет. Нет, у нас станки есть. Но все равно плетение происходит вручную. Плетение происходит вручную, но те операции, которые можно было механизировать, мы в полном объеме использовали программу модернизации областную, механизировали там станочную работу по деревянным каким-то элементам, высокоточные, высококлассные станки. Еще вопрос, извиняюсь, что перебиваю, в соответствии с нашим вопросом по спросу. Специализированный магазин конкретно у вашего предприятия есть? Нет. Мы все-таки предпочитаем заниматься тем, что мы умеем делать хорошо. Мы хорошо умеем производить. А торговля, понимаете, кто-то умеет хорошо делать, кто-то умеет хорошо продавать. Это все-таки разные виды деятельности. И касаемо все-таки спроса. Промыслы, они уникальны и очень различны. Поэтому и механизм продвижения, наверное, для каждого промысла выбирает свой. Вот вы говорите о торговле через интернет. Да, наверное, одиночки-мастера, для них это прекрасная возможность продавать свою продукцию. А предприятие, которое делает серийно и большими объемами, уже тысячами, это очень неудобно. Формат интернет-магазина не подходит вообще. Понятно. Давайте тогда спросим Светлану. Каков спрос на ваше изделие, как вы его изучаете, меняете ли потребителя ассортимент и так далее? Или это именно работа, вот есть заказ, есть исполнение этого заказа? Ну вот, я бы сказала, что формат интернет-магазина, это про нас. Так скажем, есть определенный выбор изделий, которые мы можем корректировать конкретно под заказчика. Вносить коррективы, менять что-то на модели, добавлять ручную работу. Ручную работу у нас очень много, и кружева мы делаем вручную. Есть полностью изделия сделанные из кружева, из отдельных элементов, которые потом собираются тоже вручную. Но также мы учитываем все пожелания, которые потом либо идут конкретно этому заказчику, либо потом, пользуясь пожеланиями заказчиков, мы создаем свои новые модели. Вот если вернуться на два с половиной года назад, вспомнить, насколько там спрос людей, я понимаю, что вы не только на Кировскую область работаете, да? В основном. В основном. Насколько спрос людей меняется в сторону каких-то, ну не скажу аутентичных, но по крайней мере природных материалов, природной одежды из льна, из хлопка? Ну я бы сказала, что спрос меняется и меняется в лучшую сторону, положительную и в достаточно радостную, так скажем, да? Потому что мы создаем не только отдельные вещи, мы делаем семейные комплекты, делаем ручную вышивку обережную, да, наверное, не вятскую вышивку исконно, потому что это сложно, это сложно возобновить, это сложно повторить. Хотя у нас сейчас есть маленькие шажочки, мы пытаемся вести у себя вопрос, работу по набойке, по именно вятской набойке, это достаточно сложно. А почему сложно? Нет каких-то описаний этого, нет примеров живых, да? Есть примеры, есть описания, но их достаточно мало. И технологически это сложно сделать? Это технологически сложно, это достаточно трудоемко, и в конечном итоге изделие получается достаточно дорогостоящее. И когда люди смотрят, да, преимущественно это ярмарки, я с Надеждой Петровной соглашусь. Вы также в них участвуете? Да, я также в них участвую, и, собственно, мы познакомились все там. Это достаточно трудоемко, изделие получается дорогостоящее, и когда человек берет в руки и говорит, а за что? Вот я удивлена голосованием, я прям в шоке от него, и, наверное, я могу, если дать совет, а можно потом дальше включить к этому вопросу те люди, которые написали, что им не нужны промыслы, а что они имеют в виду под промыслами? То есть они осознают это понятие, что туда входит. Может быть, они имеют вот то, что Елена Львовна как раз сказала, то есть это китайский масс-маркет, который, в принципе, у нас распространен везде. У нас народ привык к масс-маркету. У нас, что радует, положение вообще меняется, но люди, вот, так скажем, по моей мастерской женщины, они готовы к индивидуальности, они готовы, как раньше, помните, вот это было мое еще детство, но мы все отшивались в ателье. Пусть это было серийно, карман одна, рукав там, вторая, там, не знаю, воротник, третья, но все-таки сколько-то рода, своего рода, это было индивидуально, так скажем, да. Потом в нашу страну пришел Китай. Не скажу, что это плохие вещи. Есть достаточно качественные, да, и достаточно приемлемые по цене. Ну, про художественную ценность тут вопрос большой. Но это нас испортило, это нас избаловало. И очень приятно, что меняется мнение женщин, в частности. Выглядеть индивидуально, иметь вещи индивидуальные. За наших людей все-таки, мне кажется, что здесь еще покупательная способность играет роль. Это да, это да, но, опять же, зайдите в продуктовые магазины и посмотрите в тележке. Мы готовы платить за еду, но мы не готовы платить за картины. Мы готовы платить за гаджеты и за всевозможные. У нас будет распоследний телефон, дорогущий, последней модели. Но мы будем ходить в джинсах, как у соседа, и у того из пятого этажа, из десятого. А вообще это признак бедности. Это признак бедности. Духовной бедности или бедности материальной? Нет, это признак бедности как одного из экономических критериев. Бедность считается социальным пороком. Поэтому, вот знаете, как у нас у русских, умри, но фасон держи. Поэтому люди, зачастую, имея низкий уровень дохода, не имея возможности там нормально содержать, лечить и давать образование детям, не имея в быту необходимых вещей, тем не менее тратят большие деньги вот именно на показатели внешнего благополучия. Там какие-то дорогие гаджеты, что-то еще. Это отдельная социальная проблематика и, наверное, тема для отдельного очень серьезного разговора. Спасибо. Что касается про духовность, буквально еще два слова. Потому что, еще раз говорю, вот очень рады тому, что сейчас много игрушек покупают для детских садов любых. Матрешка, дымковская игрушка, плетение. Какие-то вот делают такие комнатки народного быта. Поэтому, если мы просто с пеленов не начнем прививать к культуру того, что мы можем производить, что это наша российская, русская, этим нужно гордиться. Поэтому, я считаю, что не все так плохо сегодня. Надежда Петровна, спасибо. Ну, вы нам сказали хорошо, что это есть. Мы сейчас вынуждены прерваться на новости в нашей студии. Да, мы продолжим после тематических программ. Да, после тематических программ мы продолжим еще обсуждение. Виктор Гюго утверждал. Для меня не важно, на чьей стороне сила. Важно то, на чьей стороне право. Юридическая компания «Альянс. Право. Бизнес». Мы на вашей стороне. 38 32 93 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова